И наушники с разъемом уже Type-C. Здесь есть монобровь. Регулировка яркости подлагивает. Если не это игровой смартфон, то что тогда? Здесь полноценно реализовали эффект размытия заднего фона, то есть боке. Привет, друзья! Это защищенный смартфон BlackQBV 9600 Pro, который я очень сильно ждал на обзор. Приготовьтесь к тому, что я расскажу все, что я чувствую по отношению к этому смартфону, то, как он работает, то, как он ведет себя в играх. Здесь стоит уже обновленный процессор Helio P60. И на примере этого процессора я хочу показать вам, как компания BlackQBV эволюционирует. Ведь на данный момент именно эта модель является самой моей любимой среди всех защищенных смартфонов компании. Кстати, смартфон я просил у компании BlackQB для обзора, хотя бы за 300 долларов, чтобы мне его продали, выслали. Но почему-то мне было отказано. Я не собирался нахваливать его, я просто попросил у них чуть дешевле, чтобы сделать для вас обзор. Скажу так, этот телефон я полностью покупал за свои деньги уже в Украине. Компания BlackQ почему-то не схотела в этом плане сотрудничать. Видимо, для этого крутого телефона мой канал уж слишком невелик. Но ничего страшного. Смартфон у меня на руках и приготовьтесь к его полному обзору. Надеюсь, он вам будет интересен и полезен. Чтобы вы понимали, да, сейчас трудно найти BlackQ BV9600 Pro в продаже и статус новинки в глобальном смысле изменится лишь к концу января 2019 года. Но все же конкуренты данного смартфона есть и их немало. Я, к примеру, с легкостью подобрал как минимум три модели. Это предыдущая BV9500 Pro, а также Doogee S60, который сейчас вообще не проблема купить. Он также с рацией и огромным аккумулятором. Третий смартфон это AGM X2 на Snapdragon 660. Это самый подходящий по производительности смартфон, а еще у него тоже AMOLED матрица. В общем, выбор есть и конкуренция в премиальном сегменте также присутствует. Выбирать есть из чего. Друзья, вот он BlackQ BV9600 прямо перед вами. Моделька очень интересная. Мне действительно на данный момент именно этот смартфон у компании BlackQ больше всего нравится. Хотя еще совсем недавно я был в восторге от модели 9500 Pro. Давайте сразу скажу, что этот телефон мне реально понравился. Я не хочу его нахваливать. Я купил его за свои деньги. Я хочу показать вам полностью, что я думаю об этом телефоне. Как он работает. Не скажу, что мы сильно будем уж углубляться во все технические параметры. Я лишь вкратце покажу, как рядовой пользователь будет ощущать эту модельку. И давайте я сразу покажу вам супер, блиц, крутую распаковку. Итак, вот наша комплектация. Фирменная инструкция. Пленочка на дисплей. Не стекло, а именно пленочка. Наушники. Кстати, наушники с разъемом уже Type-C. Никаких переходников. Вот это сразу же огромный плюс компании за то, что с Type-C разъемом уже идут наушники. Не надо вам переходник. Также есть кабель Type-C для зарядки. Ну и конечно же блочок. Здесь у нас мощность 9 вольт 2 ампера, либо же 12 вольт и 1,5 ампера. Вот такой вот блочок. Ну и конечно же сам телефон. Телефон выглядит очень шикарно. Я не могу сказать, что это самый красивый телефон в принципе, который можно найти в сегменте защищенных телефонов. Но вот конкретно телефон, в котором совмещен и стиль, и дизайн, и защищенность, это конкретно BV9600 Pro. Это очень крутой телефон. Давайте более подробно о всех параметрах. Итак, друзья, дизайн. Дизайн телефона можно назвать привычным, но с небольшими отклонениями. Сразу же хочется отметить, что задняя панель данного смартфона, это не прорезиненный пластик у нас, как всегда. Точнее здесь вообще в принципе нет резины. Это конкретно твердый, очень хорошего качества пластик, который не особо оставляет отпечатки пальцев сзади, что уже является огромным плюсом. На задней панели у нас находится двойная камера, двойная вспышка, логотип Blackview, логотип NFC, беспроводной зарядки, поддержки. И опять же, заявлена степень IP69K, но на самом смартфоне написано только IP68. Но это такое, это мелочи. И внешний динамик у нас находится также сзади. Ну и еще есть крепление для карабина, для шнурочка. Вот такая вот штукенция. Снизу находится у нас разъем Type-C для зарядки, с ним рядом микрофон для разговоров. Сверху на панельке нет абсолютно ничего. Слева находится у нас кнопочка перехода в режим Game Mode, то есть и игровой режим. Скажу сразу, по сути ничего особенного в этом нет, о нем еще дальше я более подробно вам расскажу. Ну и здесь у нас лоток для сим-карт. В данный момент у меня стоит здесь одна сим-карта. Он достается довольно-таки легко, никаких сторонних штучек нам прибомбасов не надо. Ноготком мы можем ее достать. В данный момент у меня здесь одна сим-карта стоит. Здесь вообще два слота, один из них комбинирован. На правой боковой панельке находится у нас сканер отпечатков пальцев, ну и кнопочки громкости и блокировки. Причем скажу, что кнопки громкости и блокировки я путаю до сих пор. Я около недели им пользуюсь, но никак не могу привыкнуть к расположению этих кнопок. Они мне очень путаются, кнопка блокировки и кнопка громкости меньше. Друзья, кстати, особенностью дизайна этой модели являются вот такие накладки на торцах резиновые. Они немножко выделяются из общего силуэта корпуса. И если телефон падает у вас с торцом, то он падает прям на вот такие вот штукенции. Они хорошо амортизируют и в принципе телефон имеет очень большой шанс остаться целым и невредимым. Это очень круто. Здесь есть монобровь. Да, друзья, фишка этого смартфона является наличие той самой моноброви. В защищенных телефонах это уже не впервой используется. Ну и наконец-то топовый смартфон от Blackview также получил эту пресловутую монобровь. Хорошо это или плохо, решать вам. Но скажу сразу, что смотрится это очень круто. Вот именно такой дизайн корпуса с монобровью реально мне очень заходит. Причем если опускать шторку, можно не только отсюда, как в большинство смартфонов, отсюда, справа и слева, а можно и по центру. Прям с моноброви тянете и все работает. Это очень хорошо. Ну что, друзья, давайте сразу по факту. И хочу сказать, что AMOLED матрица, которая здесь установлена, это действительно просто шик и блеск. На защищенных смартфонах AMOLED матрицы это не редкость, но и особо часто их, конечно, не встретишь. В целом, видел я хорошую AMOLED матрицу на смартфоне AGM X2, который примерно так же по цене около 500 долларов. Ну и теперь в Blackview показали свой смартфон также с AMOLED экраном. Давайте, не буду вас томить, сразу же сделаем максимальную яркость. Посмотрите на шикарное качество цветопередачи и на углы обзора. Кстати, прямо сейчас вы можете посмотреть в верхнюю часть телефона и скажите, видна ли вам монобровь. Здесь черный цвет реально настолько глубокий, что распознать монобровь очень-очень сложно. И по углам обзора, конечно же, особо претензий нет. Только не забывайте учитывать то, что под углами изображение на AMOLED матрицах немножко зеленит и краснит. Здесь это тоже есть, но это проявляется очень-очень в минимальных количествах. Так что вы в режиме обычного использования этого, в принципе, замечать и не будете. Возможно, для кого-то это будет открытием, для кого-то шок. Но, друзья, здесь очень большая проблема с прошивкой. Друзья, я не хочу показаться каким-то мелочным или придирчивым, но посмотрите на вот это. Я думаю, если вы смотрите в 60 FPS сейчас, то, я думаю, вам это должно быть заметно. Регулировка яркости подлагивает. Вы видите эти подтормаживания? Разве такая штука должна быть в смартфоне стоимостью 400 с хреном долларов? Что касается перелистывания рабочих столов, запуска приложений, то особо здесь никаких глюков, конечно же, и нет. Потому что система довольно мощная, тут особо нечему подтормаживать. Но обидно то, что самые элементарные базовые фишки, стандартные, они подтормаживают. И когда вы заходите, допустим, в главное меню, перелистываете, заходите в какой-то пункт настроек, то анимация бывает не плавная, бывает подтормаживание. Причем это не холодный запуск, это телефон уже находится около недели во включенном состоянии. Я не понимаю вообще, как телефон стоимостью почти 500 долларов может подтормаживать. Это странно. В принципе, к этому я уже привык. Он не сказать, что прям сильно подтормаживает, нет. Просто есть реально моменты, которые хотелось бы убрать. Сам смартфон работает у нас на Android 8.1. В 19-м году, я думаю, он 100% должен до 9-го Android обновиться. Менюшка здесь сделана интересным образом. В BlackVie это впервые встречаю такую интересную стилизацию. Ну, реально смотрится круто, претензий нет. Что касается меню основного и ярлычков, которые находятся на рабочем столе, стандартных приложений. Та же галерея, настройки, камера, музыка, все то же самое. Мне абсолютно не нравится дизайн этих стандартных ярлыков. Он смотрится, ну, просто никак. На этом телефоне, мне кажется, проще было бы поставить вот такие вот более стандартные значки приложений. И это было бы реально в разы круче. Но имеем то, что имеем. Я думаю, для тех умельцев, которые любят кастомизировать свои смартфоны, это проблемой не будет. Но так как я привержен из того, что телефон нужно купить, включить и им пользоваться, но это не обязательно должен быть iPhone, то этот телефон мне в данном случае не подходит. Хотя функциональности его более чем хватает. А обращать внимание на ярлыки, ну, это уже дело каждого. Мне, например, не зашли. Друзья, и что касается главных моментов, которые я хотел бы осветить в этом ролике, они касаются камеры, а также процессора Helio P60, который находится внутри этого замечательного смартфона. Давайте, пожалуй, начнем именно с производительности. Давайте сразу зайдем в Antutu, чтобы вы наглядно увидели сразу все параметры. Я буду плавно вам их перелистывать и показывать. По факту, производительность этого телефона в Antutu оценилась в 137 практически тысяч баллов. Здесь мы можем видеть, что процессор у нас Helio P60, ну, точнее, маркировка его MT6771. Это Helio P60. Графический ускоритель здесь Mali-G72 MP3, то есть трехъядерный. Вот у нас такое разрешение экрана, это Full HD+, 1080 на 2248. И дальше показатели памяти. Оперативки у нас 6 ГБ, причем, видите, доступно сейчас 3.7 ГБ, 3700 МБ. Это неплохо, этого хватает более чем. Было бы здесь 4 ГБ, этого бы тоже более чем хватало, уж поверьте. Памяти постоянной на свободно 105 ГБ. Полный ее объем это 128 ГБ. Частота процессора Helio P60 показывается нам максимально 2 ГГц. По факту, так оно и есть. Работают на этой частоте два вычислительных производительных ядра. И что касается производительности, то ее реально более чем хватает. Несмотря на то, что более старые процессоры Helio P23 и Helio P25 могут работать на частоте до 2,5 ГГц, все же этот процессор намного мощнее предыдущих версий. Еще один момент, который в модели 9520 Pro чуть-чуть получше будет, а в модели 9620 Pro чуть-чуть похуже, но только с одной стороны. Это аккумулятор. Здесь его емкость 5,5 тысяч мАч. 5580, если быть точнее, по заявлениям производителя. Это почти в 2 раза меньше по объему аккумулятор, но его в принципе хватает на полтора дня работы в активном режиме. То есть не особо это проблемный аккумулятор. Но зато телефон стал намного тоньше, намного удобнее и намного легче. Это абсолютно нормальный такой гражданский телефон, который не будет ваши карманы заставлять провисать, а вас не будет заставлять нервничать. Конечно же, друзья, здесь есть NFC, конечно же, здесь есть беспроводная зарядка. Ее поддержка в комплекте, конечно же, беспроводная зарядка, сама платформочка не идет. И давайте сразу на примере игры PUBG и World of Tanks я покажу вам производительность. Я сразу говорю, что все настройки будут максимальные, а вы сейчас посмотрите, как телефон справляется с этими игрушками. И скажу я вам, что если не это игровой смартфон, то что тогда? Среди защищенных на данный момент не особо есть конкуренция. Ну, разве что AGM X3, который на 845 Snapdragon работает и стоит почти 700 долларов. Ну, вы поняли. Короче, конкурентов в данном сегменте по игрушкам этому смартфону пока что нет. Давайте посмотрим, как он их воспроизводит. Возможно, кому-то это реально будет интересно. Продолжение следует... Итак, друзья, если вы еще не устали и не выключили это видео, то вы дошли до самого интересного. Это, конечно же, камера. Камера здесь двойная, друзья. И я с гордостью и с радостью в голосе сообщаю. Здесь полноценно реализовали эффект размытия заднего фона, то есть боке, с чем я компанию Blackview и поздравляю. Давайте сразу же я вам покажу, как это работает, а затем уже обо всем остальном поговорим. Значит, изначально, во всех предыдущих моделях, что у нас было? У нас был программный круг, вокруг которого все размыто. Сам круг был четким. То есть, понятное дело, что по контуру вашего тела он ничего размывать, конечно же, не будет. Но в данном случае, друзья, эта штука реально работает, и фон реально размывает правильно. Здесь у нас есть стандартные режимы, как для большинства телефонов. То есть, съемка видео, съемка фото, стереорежим это режим боке, дальше режим красота, который нафиг никому не надо, который замыливает изображение. Дальше у нас панорама есть, монохромная съемка. Ну и про режим, которым я, в принципе, тоже никому особо не советую пользоваться, потому что здесь вот такие вот крутилки, настройка баланс белого, ISO типа выставляется, яркость, контрастность. То есть, по сути, вы все это можете сделать. Сейчас я вам покажу, как. Вот так вот. Включаете просто режим фотографии. В обычном режиме, скажем так, фокусируетесь, например. Вы можете просто менять яркость, и, грубо говоря, это все ваши настройки, те будут все вместе взятые, вот, работать. Короче говоря, как-то так. То есть, можете особо не заморачиваться в Pro режиме. Это неполноценный Pro режим. Особо крутым фотографом в нем вы себя не почувствуете. Что касается настроек. Настроек здесь не очень много, они все более-менее стандартные, как для данного сегмента. Кого я обманываю? Для данного сегмента этих настроек реально маловато. Но, учитывая то, что это защищенный телефон компании Blackview, учитывая то, что я видел у конкурентов, то, в принципе, здесь абсолютно хватает настроек, и здесь особо ничего мудровать не надо. Самое интересное, что здесь добавлю возможность делать как фотографии с соотношением 4 к 3, так 16 к 9, так и 18 к 9. То есть, уже, как видите, 2018 год на дворе, все-таки почти 19-й, ну или 19-й, вы уже смотрите это видео. На модели 9500 Pro, по-моему, этого нет. Не буду утверждать. По-моему, я этого там не видел. Ну, в модели 9000, BV9000, такого еще точно нет. И самое интересное, что кадр-то здесь не уменьшается. Здесь 16 мегапикселей, как в таком формате, как в таком, и как в таком вот, 18 к 9. Это очень круто. Что обидно, друзья, это то, что, зайдя в настройки видеозаписи, у нас также по минимуму настроек, и самое интересное, что параметры изображения у нас такие же, как на фото. 4К съемку-то здесь не добавили, по крайней мере, в стандартном лаучере. Насколько я знаю, процессор Helio P60 100% поддерживает 4К съемку. Ну, скорее всего, сторонними лаучерами этого добиться можно, но стандартный лаучер это все вам не позволит. Только Full HD, только 30 FPS. А, друзья, еще одна маленькая поправочка, перед тем, как мы посмотрим примеры фото и видео. Скачал я только что прямо Open Camera, приложение, это приложение такое неплохое для съемки фото и видео. Я иногда им пользуюсь, чтобы фиксировать экспозицию. Здесь еще интересные настройки есть, короче, не суть. Зашел я здесь в настройки видео, дабы проверить, можно ли с помощью этого приложения 4К поснимать. В самом главном меню настройки 4К у нас здесь нет, что уже является не очень хорошим знаком. Но пролистав чуть ниже, я нашел вот такую вот настройку. 4К UHD, то есть экспериментальное видео. Я его включил, попробовал ее записать. Короче говоря, оно не записалось. Давайте я вам покажу, какой кадр у нас в итоге записался. В итоге я записал вот в таком вот формате все же видео. То есть, как обычно, Full HD разрешение, 30 кадров в секунду. Ничего не записало 4К. То есть это говорит о том, что этот телефон не будет писать 4К, по крайней мере, пока производитель это как-то не поправит. Но процессор Helio P60 4К съемку поддерживает. Но на данном этапе снимать вы ее не сможете. Примеры фото-видеосъемки прямо сейчас давайте с вами и пересмотрим. А вы уж сами оцените, как все работает. Ну, скажу сразу, что камерой я более чем доволен. Продолжение следует... Проверяем качество звукозаписи на BlackVide 96-200 Pro, а также проверим автофокусировку во время записи видео. Ну, автофокус работает. Да, работает довольно-таки быстро. Ну, а звук вы сейчас прямо и оцениваете. Вы посмотрели, как этот телефон ведет себя в игрушках. Вы посмотрели примеры фото и видео с данного смартфона. И я вам скажу, что реально, даже если выбирать между моделью 9500 Pro и 9600 Pro, то уж поверьте, лучше пожертвовать емкостью аккумулятора, но получить намного круче процессор, намного круче камеру, намного тоньше корпус в конце-то концов. И реально этот телефон выглядит более современным, более приятным. Не могу сказать, что он какой-то особенный, чересчур нет. Но, все-таки, небольшой шаг компания BlackVide сделала вперед. И на данный момент, ну, среди тех же Doogee, BlackVide и так далее, все, кто делает защищенные телефоны, только разве что AGM X3. Это прямой конкурент, и эта модель, конечно же, лучше, у нас, соответственно, и дороже. Но эта модель, скажем так, пока что практически в лидерах. Ну, а для самых верных и любопытных, ловите максимально нужную инфу, которая по ходу обзора была мною забыта и не указана. Защищенность. Несмотря на отсутствующие заглушки, защищенность здесь очень неплохая. Уже на момент обзора я увидел некоторые другие видео, где смартфон бросали на плитку и асфальт с высоты 2 метра, и ему пофиг. Лишь ободок слегка резиновый повредился. Сам же я повторюсь, что покупал смартфон за свои деньги, а стоит он довольно немало. Поэтому в данном обзоре можете просто посмотреть, как снежки летают в экран. Но летают довольно неслабо. Экран имеет хорошую защиту, реально. И то, что я неделю использовал телефон без пленки, и потом еще побросал снег в него, не добавило ни единой царапины. Хорошо, следующий момент – звук. О нем скажу вкратце. Мне, как аудиоману, звук не сильно нравится из-за заглушенности, и сам по себе он не слишком громкий. Бас есть, высоких частот маловато. В целом, звук неплохой, но не выдающийся. Game Mode или игровой режим. Я считаю, что это фактически бесполезная вещь, потому как FPS он вам не добавляет, как ни крути. Вы попадаете в отдельное меню, из которого запускаете игру. И она якобы у вас должна прям летать. Но прикиньте, здесь даже не все игрушки поддерживаются. Например, PUBG я туда никак запихнуть так и не смог. Друзья, я думаю, вам не надо напоминать, хотя я еще раз напомню, все-таки подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Этот видеообзор я сделал от всей души, скажем так. Старался достать этот телефон одним из первых, но вот получилось, что получилось. Друзья, это был смартфон, защищенный BlackVBV 9600 Pro. Это был обзор обычного пользователя, то есть никаких углублений, только то, чтобы вы поняли вкратце, что это за телефон, как с ним работать, как он себя будет вести в обычном использовании. И я надеюсь, что все, точнее все вопросы, которые для себя вы хотели уточнить, вы в этом видео уточнили. Если же нет, задавайте их в комментариях, а также обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих роликов. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Если да, поставьте лайк. Всем удачи и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok